Так, хорошо, значит на сегодняшнем занятии мы с вами поговорим тоже о довольно-таки интересных вещах. Мы пока с вами разбираем темы, связанные только с такой вещью, как формирование сцены, начали их разбирать в прошлый раз, то есть создание простых объектов. Сегодня разбираем такие темы, которые будут позволять нам объекты выделять, потому что в принципе самые основные вещи, которые мы должны уметь в программе, это не только делать навигацию с окнами проекции, а еще и выполнять такую процедуру, как выделение объектов. Появился Денис, сейчас, секунду. Спасибо. 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 Так, продолжаем. Итак, сегодня мы поговорим с вами о таких вещах, как выделение объектов, очень тоже нужная тема. Поговорим о инструментах трансформации, о перемещении, вращении и масштабировании, потому что в принципе весь этап моделирования на самом деле, создания объектов, это не что иное, как манипуляции с объектом. То есть мы его выделили, мы там выделили его точки, вершины, подвинули, поставили их так, как нужно. Вот, и в результате наш объект преобразовался. Вот, поэтому все это строится для того, чтобы это все сделать, для того, чтобы строить объект, нам нужно уметь выделять объект, нужно знать, что такое инструмент трансформации. Я думаю, что успеем затронуть тему осей, координатных осей, это тоже очень интересная вещь. Вот, поговорим об этом, ну и возможно еще затронем систему координат, центральную точку объекта. Посмотрим, как у нас пойдет с вами сегодня материал. Вот, это вот наши планы на сегодняшний день, поэтому давайте начинать. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о создании объектов, ну одна из тех вещей, о которых мы говорили. Пока мы с вами разбирали только примитивы, только простые объекты, то есть объекты, находящиеся на закладочке Create, самая первая закладка, закладка, занимающаяся созданием. Вот, и после того, как она активна, набор кнопок, которые у нас внизу нам доступен, нас интересует первая с категории Geometry, которая дает доступ к созданию геометрических форм. И здесь в этом выпадающем меню, первая пока с чем мы познакомились, это стандартные примитивы. И, соответственно, после того, как мы выбрали данную процедуру, нам доступны команды создания объектов. Так вот, создавать объекты, вы видели, сложного, ничего из себя абсолютно не представляет этот процесс. Все очень просто. Все зависит от объекта, от его формы. В зависимости от этого, процедура создания объекта может занимать один, два, три клика, как правило, не больше. Опять-таки мы говорили о такой вещи, что при создании объекта, менять его настройки, мы можем, пока еще мы не начали создавать другой объект, либо не отключили эту команду. Тогда настройки нам доступны. Если же мы команду отключили, это можно сделать правой клавишей мышки, либо клавишей Escape на клавиатуре, то, чтобы изменить свойства объекта, нам нужна вторая закладка, закладка Modify, изменения. То есть именно на этой закладке будут доступны настройки нашего объекта. После того, как он уже создан на нее переключившись, мы теперь можем делать манипуляции с объектом, менять нужный его параметр. Так вот, когда один объект, проблем никаких нет. Нет, ситуация становится интересной, если у нас в сцене с вами несколько объектов. Я сейчас специально создам несколько разнообразных объектов, чтобы нам было с чем поработать. Вот, значит, когда у вас не один объект, а несколько, уже становится актуальная процедура выделения объекта. То есть объект нужно уметь выделять. Для чего? Для того, чтобы программа знала, с чем именно вы хотите выполнить какую-то функцию. То есть поменять параметры, либо просто там выполнить трансформацию, переместить, превращать, отмасштабировать объект. То есть он обязательно первоначально должен быть выделен. Значит, для того, чтобы объекты выделять, у нас с вами есть разные способы, разные инструменты. Первый инструмент, с которым мы сегодня познакомимся, это инструмент, находящийся на нашей панели инструментов, вот здесь. Инструмент, имеющий название Select Object. Выделить объект. Select Object. Выделить объект. Данный инструмент как раз занимается тем, что позволяет нам выделять объекты. Именно о процедуре выделения мы сегодня поговорим, потому что это момент очень важный. И в Max, 3D Studio Max обладает довольно-таки большими возможностями, обширными по выделению объекта. Разные бывают сцены, разные ситуации. Иногда проще выделять одним способом, иногда вторым, иногда третьим. Поэтому вариаций большое количество. Ваша задача знать все из них, потому что выделение базовая фундаментальная вещь. Так, я сейчас переключусь в полноэкранный режим. Alt, W, напомню вам комбинацию клавиш. Значит, инструмент включается либо щелчком левой клавиши мыши по этому инструменту. Вот он находится в нажатом состоянии, вдавленном, значит он готов к работе. Либо есть еще один вариант, как мы можем этот инструмент включать. Это горячая клавиша. Горячая клавиша на клавиатуре Q. А вот щелчок по этой клавише быстро вас переключает на этот инструмент. Когда инструмент включен, мы с вами можем выполнять процедуру выделения разными способами. Вариант первый, который обычный, привычный, даже не только в программе 3D Studio Max, а вообще работая в операционной системе Windows, это щелчок по объекту. Щелчок левой клавиши мыши позволяет нам выделить объект. Одинарный щелчок. Двойной, в принципе, здесь не работает. Смысла два раза щелкать нет. То есть один раз щелкаем, объект выделяется. Это самый простой вариант. Опять-таки здесь, так же, как и в операционной системе Windows, работают клавиши дополнительные, горячие, которые, вернее, дополнительные функциональные клавиши, которые позволяют нам это дело усложнить. В частности, клавиша Ctrl. То есть при щелчке этим инструментом с зажатой клавишей Ctrl мы можем добавлять к выделению объекта. То есть выделять один, второй, третий. То есть я вот щелкаю по следующему он добавился, по следующему он добавился. То есть клавиша Ctrl добавляет объекты к выделению. Для того, чтобы какие-то объекты исключить из этого выделения, убрать, нужно воспользоваться клавишей Alt. То есть зажатая клавиша Alt и щелчок по выделенному объекту с этого объекта снимает выделение. То есть уже вот таким вот нехитрым образом вы можете выделять только те объекты, либо тот объект, который вам нужны. То есть Ctrl, Alt, Q выбирает? Нет, Q просто один раз нажали для того, чтобы инструмент включился, а после того, как он включен, клавиша Q вам больше не нужна. То есть вы либо щелкаете просто по объекту левой клавиши мышки, тогда вы выделяете их поштучно, либо зажимая Ctrl, можете выделять несколько объектов. То есть Ctrl и щелчок левой клавиши мыши. Выделяете несколько объектов. И точно так же вместо Ctrl, если зажать клавишу Alt, то вы сможете из выделения убирать объекты. Вот таким вот образом. Довольно-таки просто. Помимо этого, работает здесь такая процедура, как выделение какой-то формы. Почему какой-то? Это потому что Max, в отличие от других программ, и в частности операционная система Windows, позволяет делать выделение разнообразных форм. По умолчанию стоит выделение в форме прямоугольной рамки. То есть щелкнув левой клавишей мыши, в каком-то определенном месте экрана, и дальше не отпуская эту левую клавишу мыши, вы чертите выделение в форме рамки. И соответственно, те объекты, которые попадают под эту рамку, она чертится пунктиром, после того, как вы отпустите левую клавишу мыши, будут выделены. То есть это вариант выделять несколько объектов. Помимо этого, есть еще соответствующий параметр, он тоже выведен на панель инструментов, находится он вот здесь, через одну иконку от инструмента выделения. Вот тут мы можем выбирать разнообразные формы для вот такого выделения. По умолчанию как раз и стоит прямоугольная рамка, Rectangular Selection Region, то есть выделение прямоугольного участка. И вот как в программе Photoshop и во многих других, в правом нижнем углу этой иконочки, вот такой маленький треугольничек нарисован. Как правило, везде, где вы его будете встречать, те, кто работал с Photoshop, это вещь знакома, это значит, что этот инструмент не один в этой позиции. Если зажать левую клавишу, немножко подержать, вот, то откроется меню, в котором будут доступны другие инструменты, которые здесь у нас кроются. Так вот, по умолчанию стоит именно выделение прямоугольной рамкой, прямоугольной формой, именно ей мы можем пользоваться. Если мы захотим поменять другую форму, пожалуйста, то есть что нам здесь доступно? Нам доступно круговое выделение, то есть я сейчас выбрал его, Секула, Селекшн, Риджин. Работает он по следующему принципу. Щелчок левой клавиши мыши, это центр выделения, а дальше, не отпуская левую клавишу мыши, вы задаете радиус. Все, что опять-таки попадает под эту форму выделения круговую, считается выделенным объектом. То есть иногда бывает ситуация, когда у вас просто объекты расставлены в форме круга, как вариант, например, какая-нибудь люстра, и имеющая там свечи на расстоянии, допустим, от нее, вам нужно выделить их. То есть вам удобно переключиться на вид сверху, либо окно перспектива поставить так, чтобы вы смотрели на вашу сцену сверху, а после этого в центре объекта щелкнуть, растянуть, отпустить, и вы выделите все в этой области. То есть не обязательно использовать все подряд, мы с вами разберем разные вариации, но вы, как правило, в процессе для себя определите, что вам более удобно, тем, как правило, и будете пользоваться. Третья форма выделения носит такое название Fence, Selection Region. Fence дословно переводится как забор, в принципе, ограда какая-то, ограждение. Вот, его можно сравнить с выделением, полигональным выделением, в программе Photoshop есть такой полигонал. Selection Tool, прямоугольное выделение. Работает он по следующему принципу, то есть щелкая левой клавишей мыши, не отпуская, вы чертите первый отрезок, а дальше отпустив левую клавишу мыши, программа предлагает вам прорисовывать другие отрезки. Теперь уже щелкая левой клавишей мыши, вы вот такими небольшими отрезками можете конкретизировать путь, нужный вам, то есть выделить только те объекты, которые нужны. После того, как это выделение закончено, достаточно навести курсор мышки в ту точку, откуда вы начали. Это выделение рисовать, отпустить, и все, что попало под эту такую вот необычную форму, он выделяется. То есть, опять-таки, удобно очень для каких-то произвольных выделений, когда объекты очень плотно наставлены друг возле друга, и вам нужно выделить какие-то определенные, но при этом миновать другие. Вот этот инструмент, данный способ выделения позволяет вам это делать. То есть, это не инструмент, это просто параметр, который конкретизирует работу вот этого инструмента Select Object, о котором мы сейчас говорим. Следующая форма, так называемая LASSO Selection Region, то есть произвольные формы, выделение произвольной формы, форма LASSO. Работает по точно такому же принципу, то есть, щелкнув левой клавишей мышки и не отпуская ее, видите, я могу рисовать произвольное выделение. Причем у меня автоматически первая точка с последней соединяются. То есть, как только я отпущу теперь левую клавишу мыши, у меня то, что попало под эту форму выделения, автоматически считается выделенным. Вот, выделять довольно-таки просто. Как снимать выделение? Значит, для того, чтобы выделение снять, вам нужно один из вариантов, это просто за пределами сцены, то есть, так, чтобы это было не на объекте, щелкнуть левой клавишей мышки. Выделение с объектов снимается. То есть, если щелкнуть по другому объекту, он просто выделится. А если за пределами объекта, то есть, на пустом месте сцены, он, соответственно, перестанет быть выделенным. Вот таким вот образом. Значит, и еще один инструмент, который здесь у нас находится, так называемый Paint Selection Region, то есть инструмент, который выделяет методом рисования. Сейчас нарисован баллончик, такой аналог аэрозоля, распыления. А раньше была нарисована кисточка. Ну, в принципе, суть, на самом деле, не поменялась. Здесь технология выделения заключается в том, что вы здесь работаете как бы некой кистью. То есть, вот щелкая левой клавишей, смотрите, у меня вокруг курсора мышки чертится вот такой вот кружочек, который обозначает как бы диаметр моей кисти. И теперь под все, чему этот кружочек касается, автоматически считается выделенным. То есть, такое вот рисование, выделение методом рисования. Для выделения объектов это, конечно, не так интересно. То есть, потому что объект, как правило, формы бывают не таких уже очень сложных. Иногда просто проще, просто щелкнуть по объекту, чтобы его выделять. Такой тип выделения становится актуальным в ситуации, когда чуть попозже мы разберем с вами работу с объектом на уровне его под объектом. Вот я для примера сейчас создам плоскость Plane. Возьму у нее сейчас, увеличу довольно-таки сильно количество сегментов. А теперь сделаю то, о чем мы будем говорить. Это, наверное, через месяц. Переведу его в полигональный объект. Переведу его в такой тип объекта, при котором я получу доступ к точкам этого объекта. То есть, я могу теперь выделять точки, делать с ними какие-то манипуляции. Так вот, вот в таких выделениях этот инструмент бывает очень удобен. То есть, включив этот инструмент, Select, взяв выделение такое, мы можем с вами вот так вот, просто рисуя, выделять какие-то вершины. А теперь, допустим, применить к ним трансформацию и получить какой-то результат. Довольно-таки легко и просто. Поэтому такой способ выделения станет более актуальным чуть попозже, когда мы разберем так называемое полигональное моделирование. Ну, если интересно, можно и сейчас баловаться, как бы просто выделять объекты методом такого рисования. То есть, просто более удобно. Не нужно каждый раз щелкать. Курсор мышки попал под объект, он считается выделенным. Вот таким вот образом. Вот. Значит, после того, как объекты выделены, мы сказали, что иногда бывает нужно с этих объектов снять выделение. Значит, один из вариантов – это щелкнуть за пределами сцены, где-то так, чтобы там не было никаких объектов, тогда выделение снимается. Но не всегда бывает, есть возможность щелкнуть так, чтобы выделить, чтобы не захватывать другие объекты. Иногда в сцене, где уже все расставлено, как вы не щелкаете, очень трудно найти место, где есть свободный участок. И щелкая вы выделяете другие объекты. Поэтому, если нужно выделение снять с объекта, можно воспользоваться в меню Edit, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Да, в меню Edit команды вот Select None, то есть снять выделение, ничего не выделять. А лучше всего запомнить и записать себе комбинацию клавиш, которая на эту команду назначена. Ctrl-D. Deselect, так называемый. Снятие выделения. Ctrl-D. Вот. Удобная команда, которая позволяет легко и просто, вне зависимости от того, сколько выделено объектов, снять выделение. Вот нажимаю Ctrl-D, оп, и с объекта выделение снялось. То есть не нужно искать свободный участок в сцене, щелкать левой клавишей мышки. Просто щелкаем по объекту и получаем результат. Вот это что касается выделения, одного из первых вариантов, связанных с выделением. Еще один момент. Здесь же в меню Edit есть еще пара удобных команд, которые имеют прямое отношение к выделению. В частности, вот такая командочка с названием Select All. Выделить все. Команда, которая позволяет выделить все объекты в сцене. Тоже удобно, если вам это нужно сделать. Запомнить комбинацию Ctrl-A. Эта комбинация для тех, кто знаком с Photoshop, будет не новая, потому что там тоже Ctrl-A создает выделение по пределах. По пределу всему габаритов. По размеру документа. Вот так будет правильнее. Вот здесь она тоже работает. То есть нажали Ctrl-A, все объекты, соответственно, выделяются у нас. Очень удобно. И еще одна команда, которая тоже будет интересна. В меню Edit команда Select Invert. Select Invert. Да, инвертировать текущее выделение. Ну, тоже довольно-таки несложная процедура. То есть те объекты, которые были выделены, с них выделение снимется. А те, которые выделены не были, на них выделение, наоборот, нанесется. Они станут выделенными. То есть иногда, если у вас там есть 90 объектов, вам нужно выделить из них 5. Ну, вернее, наоборот. Значит, выделить, например, 85. То иногда бывает проще не выделять 85 поштучно, а нажать, например, выделить только те, которые вам не нужны. А после этого в меню Edit команды Select Invert, комбинация клавиш Ctrl-A. Опять-таки в Photoshop эта комбинация тоже повторяется. Кто пользовался новой, она не будет. Нажать эту комбинацию. Вот Ctrl-A. И у нас выделение перенесется на невыделенные объекты. А с этих объектов снимется. То есть иногда, опять-таки, для ускорения работы, для упрощения, удобно пользоваться такой вот вещью. Select All выделить все. Select None снять выделение с объектов. И Select Invert сделать инверсию текущему выделению. Вот такие вот замечательные инструменты. Помимо этого, есть еще одна полезная функция, которая тоже работает с инструментом выделения. Это вот такая вот командочка, находящаяся вот здесь. Сразу следующая иконка за формой выделения. Инструмент с таким вот названием Window Crossing. Инструмент, который может находиться в двух режимах, включен или выключен. И в зависимости от того, включен или выключен. Видите, тут меняется иконка. Кубик находится либо на границе рамочки выделения, либо в середине. Значит, что это за опция? Иногда эта опция бывает очень полезна. Значит, по умолчанию режим Windows, режим окна. Режим, при котором инструмент выделения ведет себя следующим образом. При создании выделения любой формы, я сейчас переключился на прямоугольное выделение, у вас могут быть ситуации, когда объект не полностью попадает под рамочку выделения, а частично. Так вот, этот параметр, этот инструмент, он конкретизирует поведение в таких вот ситуациях, поведение инструмента выделения в таких ситуациях. То есть, по умолчанию, если даже объект, хотя бы частично этой рамочкой захватывается, пусть даже там самая маленькая его часть захватывается, как только вы отпустили левую клавишу мыши, будет считаться, что он выделен. Если же этот режим включить, режим кроссинг теперь начинает работать, пересечение, то данный инструмент будет выделять объекты только в том случае, если они полностью попадают под рамку выделения. То есть, вот я его частично хватаю, ничего не происходит. Но как только он у меня полностью будет под рамочкой, он сразу выделится. Иногда такой режим бывает удобным для того, чтобы близко находящиеся друг возле друга объекты не захватывать при выделении, если они вам не нужны. То есть, главное, чтобы основной объект попал. Вот как сейчас, видите, у меня чайник выделен 100%, но частично захватывается еще и бокс. Но благодаря тому, что стоит этот режим, режим кроссинг, пересечение, кубик у меня этот не выделяется. Если я вот так начерчу, тогда выделится и он. То есть, такой вот режим. Иногда полезен, но если он не нужен, не забывайте его отключать, потому что можете не понимать иногда, почему вроде бы выделяете, а ничего не выделяется. Потому что просто стоит этот режим. Window crossing. Режим определяющий, должен объект попадать под рамочку целиком, чтобы выделяться или нет. Или достаточно какого-то участка. Так, хорошо, об этом сказали. И еще последняя вещь, но тоже очень нужная. Перед инструментом выделения, Select Object, есть вот такое вот выпадающее меню. Если курсор мыши подержать, появится надпись Selection Filter, фильтр выделения, так называемый. Это меню, если раскрыть, оно содержит вот такой вот список, в котором у нас находятся разные типы объектов. All означает все объекты. Geometry, объекты, которые являются геометрическими формами, Shapes, плоские объекты, сплайны, линии, Lights, источники освещения, Cameras, это камеры трехмерные, с помощью которых мы будем делать съемку в дальнейшем, когда дойдем до тем визуализации. Helpers, это вспомогательные объекты, так называемые. Warps, это объемные деформации и объекты, которые имеют отношение к динамике. Bones, это системы костей. Остальное нам пока будет менее интересно, мы в самом конце затронем их. Так вот, для чего этот нужен фильтр? Дело в том, что этот фильтр может конкретизировать, как инструмент выделения, вот этот Select Object, о котором мы сейчас говорим, как он будет выделять. Когда стоит режим All, он выделяет все объекты, объекты всех типов. Сейчас это у нас только геометрия. Я для того, чтобы продемонстрировать работу этого инструмента, создам несколько других типов объектов. Создам, например, несколько линий. Это так называемые сплайны, плоские объекты, но мы о них будем говорить чуть попозже, когда коснемся этих тем. Достаточно. Создам несколько источников освещения. Так, вот у меня несколько источников освещения появилось. Создам несколько объектов типа камеры. Есть. Создам несколько так называемых вспомогательных объектов категория Helpers. Есть такое дело. Так. И вот категория Space Warps, объемная деформация. Можно создать несколько объектов такого типа. Обо всех этих вещах мы с вами будем говорить, но постепенно. Как мы до этого дойдем. И допустим, те же самые системы костей. Бонус кости. Вот. Вот у нас сейчас с вами в нашей сцене находится объекты, довольно-таки большое количество объектов, всех типов, которые есть в Максе. Так вот, теперь можно посмотреть, как работает это выпадающее меню, так называемый фильтр выделения, Selection Filter. По умолчанию стоит режим All, который позволяет выделять этому инструменту, инструменту выделения, Select Object, все объекты в сцене. То есть, если я, например, сделаю выделение рамочкой, все, что попало под эту рамочку, выделяется все абсолютно. Но если есть необходимость, иногда это бывает очень полезная вещь, потому что в вашей сцене, как правило, в финале есть объекты всех типов. Это и геометрия, это часто и сплайны, это обязательные источники освещения и камеры. Бывает очень сложно выделить, например, ту же самую камеру, потому что она там перекрывается другой геометрией и усложняет процедуру. То есть, можно потратить какое-то время на то, чтобы выделить объекты. Так вот, фильтр вам позволяет это время сократить до минимума. Стоит вам выбрать какую-то категорию, например, мне сейчас нужно выделять только геометрию, геометрию. Я выбираю в этом фильтре категорию геометрию и теперь, создав выделение в форме рамочки, у меня выделятся только те объекты, которые являются типом геометрии. То есть, вот, никакие источники освещения ничего больше не выделяется. Фильтр убирает с них способность этого инструмента выделять только геометрия. Раскрою, например, категорию shapes, плоские формы, сплайны, теперь я буду выделять только вот эти объекты, которые являются shapes, так называемыми, плоскими формами. Все остальное тоже игнорируется. Выберу здесь категорию lights, источники освещения, только вот источники освещения у меня выделяются, они вот такими желтыми объектами отображаются. Все остальное тоже игнорируется. Выберу категорию камеры, вот, теперь у меня есть возможность выделять камеры, все остальное опять-таки игнорируется. Очень удобная вещь. Хелпер, вспомогательные объекты, вот, например, объект вспомогательный, остальное у них не захватывает, вот это вспомогательные объекты, вот я их легко и просто выделяю. Все остальное игнорируется. Объемные деформации, вот они у меня, эти несколько объектов, остальное отбрасывается фильтром. Бонус, например, система костей, Теперь я могу выделять, вот у меня система костей есть, остальное тоже все игнорируется. Поэтому пользуйтесь этим фильтром, это очень удобно. Дальше, по мере нашей учебы, со второй половины наши сцены уже будут более интенсивными, как по типу объектов, так и по задачам, которые мы будем выполнять. И вот тогда этот фильтр позволит вам просто удобнее не тратить время на то, что не нужно, а быстро, легко и просто выделять. В то же самое время не забудьте в конце, когда, например, вам нужно вернуться к обычному режиму, поставить категорию All все объекты, иначе не все будет выделяться, что вам нужно. И еще одна очень полезная штука, когда у вас выбрана какая-то категория объектов, например, геометрия, команда Выделить все, Select All, Ctrl-A, работает только для того, что этим фильтром указано. То есть, видите, Ctrl-A я нажимаю, выделилась только геометрия. Выберу Light, источники освещения, Ctrl-A, выделяются только они. То есть, опять-таки, имейте это в виду. Вот, очень полезная вещь, так что не забывайте о ней и пользуйтесь. Еще одна интересная вещь, вот эта вот команда, о которой мы только что говорили, команда, которая конкретизирует, как инструмент Выделения будет создавать Выделение разных форм, может переключаться, опять-таки, той же самой клавишей Q. То есть, смотрите, если я один раз нажимаю клавишу Q, у меня включается инструмент Выделения. Но если я теперь буду продолжать нажимать на клавишу Q, например, второй раз, оп, у меня начало переключаться разные формы Выделения. То есть, еще раз Q, третье, еще четвертое, еще пятое, и снова вернемся на это. То есть, Q первый раз позволяет Вам включить инструмент Выделения, а в последующие разы просто перебирает разные режимы форм, которые он может выделять. Поэтому вот, что из себя представляет этот наш, эта клавиша Q. Значит, вот это все, что касалось инструмента Выделения, инструмент Select Object, инструмент, который может выделять объекты. Это один способ Выделения, один вариант, как мы можем с вами выделять объекты в сцене. Второй вариант, как правило, подразумевает Выделение не этим инструментом, а выделение с помощью другого инструмента находится он вот здесь. Вторая вот его иконка. Инструмент с названием Select by Name. Выделить по имени. Select by Name. Выделить по имени. Select by Name. Выделить по имени. Но это не совсем инструмент, как таковой. Это команда, точнее будет сказать. Команда, которая позволяет Выделять объекты по их имени. Если я щелкну по этой иконке, через буквально несколько секунд у меня откроется вот такое вот окошко. Это окно, которое показывает нам список всех объектов, которые у нас есть в сцене. В зависимости от их количества будет доступна вот такая полоса прокрутки, с помощью которой Вы сможете увидеть список всех объектов. Так вот, это окно позволяет Вам выделять объекты. И оно не зря называется By Name по имени, потому что здесь в основном Вы видите только имена объектов. Поэтому, чтобы нормально пользоваться этим окном, имеет смысл в сцене нормально именовать Ваши объекты. То есть, вот Вы помните, что каждый объект, выделив его, мы что на первой закладке, вот здесь вот внизу, есть виток имя и цвет, name and color, где мы можем менять имя и цвет объекта. Что на второй закладке, но он уже находится вот здесь наверху, эти параметры, есть имя и цвет. Так вот, когда Вы задаете объектам какие-то нормальные имена, что имеется в виду под словом нормальные, то есть имя, которое несет какую-то смысловую нагрузку. То есть, имя вот этот чайник ни о чем не говорит, особенно если у Вас на 15 чайников, у них будут имена у всех типо, то дальше просто индекс будет отличаться, там 0.1, 0.2 и так далее до 15. Такое именование Вам ничего не скажет. Если у Вас есть какая-то конкретная информация о этом объекте, его как-то хотите выделить, то имеет смысл дать ему какое-то уникальное, отличительное имя. Например, там красный чайник, да, там, например, red, типа, и так далее. То есть, все, что выделит как-то этот объект среди других. Вообще, в принципе, это правило хорошего тона всегда именовать объекты. Чуть попозже Вы увидите, что это правило всегда будет работать, но стоит делать поправки в тех ситуациях, когда у Вас объект состоит из большого количества мелких объектов. Например, у Вас какая-то механическая конструкция, где есть, например, там несколько элементов крепежа, допустим, какие-то болты, гайки. То есть, именовать каждый этот мелкий элемент смысла, конечно, нет. Это просто на это можно тратить большое количество времени. Чуть попозже мы поговорим с Вами о группах. Такая возможность в пакете 3D Studio Max объединять несколько объектов в одно целое, чтобы с ними удобнее работать. Так вот, тогда имеет смысл эти мелкие объекты объединить в группу, в более крупный объект, и дать им имя. Но именовать имеет смысл всегда. Сейчас, пока мы тут с Вами создаем сцены за несколько секунд, и точно так же быстро их удаляем без сохранения, смысла, конечно, в этом именовании нет. То есть, нет смысла на это тратить время. Чуть позже, когда мы начнем выполнять какие-то конкретные задания, пожалуйста, приучите себя не забывать о том, что Вам нужно объекты именовать. То есть, если Вы сразу начнете на это обращать внимание и уделять этому время, поверьте мне, дальше, когда Вы дойдете до крупных больших сцен, сложных проектов, Вам будет значительно проще. Во-первых, это даже не то, что проще будет, не только проще Вам. Вы, как человек, который, например, эту сцену делает, можете помнить, что здесь находится. Хотя, например, открыв ее через полгода, не факт, что Вы уже вспомните, как там, что именовалось. Поэтому, с этой точки зрения, это тоже хорошо. Плюс, очень часто Ваша работа может передаваться по производственному конвейеру дальше. Например, Вы делаете модель, кто-то занимается ее анимацией, аниматор, например. Так вот, если Вы передадите ему модель, в которой будет такой вот хаос в именах, аниматор может долго Вас материть просто-напросто. Поэтому, в принципе, это правило хорошего тона. Всегда объекты именовать. Мелкие не обязательно. Вот, когда Вы их группируете в более крупные структуры, имеет смысл давать объектам имена. Тогда их проще будет найти, и это в этом окошке тогда будет какой-то смысл. Значит, что это окно из себя представляет? Значит, основная его часть, основное поле содержит список доступных объектов. Если нужно, Вы можете окно менять, размер этого окна. Вот, это окошко диалоговое, то есть оно не плавающее. То есть, выделить что-то, пока оно висит, Вы не сможете, пока его не закроете. Вот, значит, в этом окне Вы можете выделять объекты. Выделять обычным способом. Щелкать левой клавишей мыши, тем самым находить нужные объекты, ставить на них фокус, они подсвечиваются, значит, они будут выделены. Когда это сделано, Вы можете нажать кнопочку «Ок». Именно этот объект, который Вы задали, станет выделенным объектом. Вы можете в этом окне использовать процедуру такую. Щелкнуть левой клавишей мыши и не отпуская потащить ее вниз. Тем самым Вы выделяете группу объектов. Здесь же можно использовать клавишу «Контрол» для того, чтобы выделять объекты и добавлять их. То есть, тут «Альт» уже не нужен. Здесь только «Контрол» работает. Как добавляет, так и убирает. Вы можете использовать клавишу «Шифт». То есть, выделить первый объект, зажать «Шифт», выделить последний. У Вас выделяется группа объектов. То есть, вот в этом окне работает вся эта технология, к которой Вы, возможно, привыкли работать в операционной системе Windows. Также мы выделяем файлы, папки по такому же принципу. Здесь технология точно такая же. Здесь тоже можно нажать «Контрол» «А» комбинацию, выделить все. Тогда выделяются все объекты в этом окошке. Помимо этого, здесь, видите, помимо имени объекта, пишется, вернее, рисуется еще иконочка типа объекта. То есть, вот такой вот шарик, он соответствует типу геометрии. В принципе, эти иконки, они дублируются аналог вот этих кнопочек, сейчас на секунду закрою, которые у нас вот тут отображаются, то есть, типы объектов. Они здесь даны нам для того, чтобы мы, во-первых, видели и по иконке уже определяли, какого это типа объект. А во-вторых, вот тут наверху у Вас есть те же самые фильтры, так называемые. То есть, Вы можете отключать ненужные типы объектов, и они будут из этого окошка уходить. Например, если мне сейчас не нужна геометрия, чтобы список этот не был таким большим, я могу отключить тип геометрии. Тогда у меня в этом окне пропадут все объекты типа геометрии. Не то, что пропадут, просто будут временно недоступны, чтобы я мог выделять то, что мне нужно. Таким образом, я могу подключать буквально все. А теперь, например, поставить только источники освещения. Тогда в этом окне я увижу только существующие источники освещения. Для быстроты и удобства вот этих команд есть несколько вот тут кнопок. Вот такая кнопочка позволяет нам включить все объекты. Это наоборот, снять выделение со всех объектов. А вот эта кнопка сделать инверсию тому, что включено или выключено. То есть все в основном для удобства работы именно в этом окне. Плюс есть вот такое вот поле с названием Find найти, которое вы можете использовать для поиска объектов. То есть начав набирать здесь имена, например, там мне нужен чайник, у него имя T-Pot. Введя там один-два символа, у меня уже будет подсветка. Если я одну букву поставлю, он, видите, выделит два объекта, в которых есть такая буковка T, встречается T. Здесь можно использовать маски, то есть, например, там звездочку поставить. Звездочка означает любое количество символов, каких угодно. Здесь можно использовать знак вопроса, который означает один символ. Вот, и так далее. Поэтому, используя это поле, можно конкретизировать запрос. Но все настройки, которые здесь есть в этом поле, в этом окне, они нужны всего лишь для одной вещи, дать вам возможность легко и просто выделять нужный объект. Опять-таки повторюсь, это актуально только в том случае, если вы их именуете. То есть у них есть нормальные, внятные, понятные имена. Тогда имеет смысл этим окном пользоваться, вы сможете найти ваши объекты без проблем. Когда у вас их куча, там 500-700 объектов, они там называются, сфера, бокс с разными индексами, то разобраться, где та коробка, которая вам нужна, например, вы абсолютно не сможете. Это очень тяжело. Посему именуйте объект. Сразу себя к этому приучите. Значит, это окошечко закрывается и открывается, вернее, закрывается при щелчке либо при закрытии, а открывать его можно не только щелчком здесь, а еще и горячей клавишей H, H. Нажав на клавиатуре H, H, это окно быстро вызывается. Теперь я могу в нем выделить нужные мне объекты. Когда они у меня выделены, я нажимаю кнопочку OK, и эти объекты у меня выделяются в трехмерной моей сцене. Вот они у меня выделены. То есть вот еще один способ выделять объекты, но опять-таки актуально это в том случае, если объекты у нас имеют нормальные имена, и мы их сможем найти. Вот таким вот образом. Значит, еще одна функция, которую вы даже сейчас уже можете использовать, это выделение объектов по цвету. В принципе, мы говорили, помимо того, что мы можем объектам давать имена, мы можем еще и задавать им цвет. То есть это вот кнопка из изображения, миниатюрка текущего цвета объекта, щелчок по ней открывает диалоговое окно с палитрой цветов, где мы можем выбрать новый цвет для объекта, либо для объектов, то есть если у вас выделено несколько объектов, например, вот так, три объекта, вы откроете это окошко, выберите им цвет, то для всех этих трех объектов установится общий цвет. То есть таким образом вы можете уже даже сейчас объектам давать те цвета, которые характерны сути объекта, например, там уровень земли, там каким-нибудь темно-коричневым цветом, там воду синим цветом, ну как вариант. Вот, уже даже здесь это можно сделать. Так вот, в этом же окошке, которое мы вызываем в этой палитре, у нас вот тут вот, вот тут вот в уголочке есть такая вот кнопка Select by Color, выбрать по цвету. Ну, она сейчас не активна, не активна, потому что у нас не выбран объект какой-то, и поэтому, не выбран, вернее, цвет, и поэтому программа не совсем знает, объекты какого цвета ей искать. Команда эта удобна в том случае, если вам нужно найти объекты одинаковых цветов. То есть вот у меня, например, выделен чайник, я щелкаю по образцу его цвета, открывается моя палитра выбора цветов, и вот здесь у меня есть активная эта кнопочка выбрать по цвету. Щелкнув по ней, она открывает то же самое окно выбора по имени, но в этом окне, смотрите, уже подсвечены все объекты, у которых одинаковый цвет. Это бокс, это вот этот наш цилиндр, и это вот этот вот наш чайник. Теперь нажав Select здесь в этом окне, кнопка OK тут меняется на Select, но в общем окно не изменилось при этом. Мы выделяем сразу все три объекта. То есть очень удобно в тех ситуациях, когда нам нужно найти нужные объекты. То есть вот, например, если мне там нужны там зеленый, зеленый цвет, я могу там выбрать зеленый цвет. Вот, ну видите, тут она бывает не всегда, она либо похожие оттенки ищет, или лучше всего просто выделять. А, вот, смотрите. То есть тут нужно просто попасть на цвета. То есть когда вы выбираете те цвета, которые в сцене объектом не назначены, окно это будет недоступно. Но стоит выбрать тот цвет, который уже назначен какому-то объекту, как эта кнопка становится сразу активно, и щелчок по ней выделяет, видите, объект торус. Вот такой вот торус. Либо, например, мне нужно вот этот выбрать сплайн, вот эту вот плоскую форму. Я могу ее подобрать оттенок. Вот, например, вроде бы он, по идее, щелкнуть. Вот он выделяется здесь. Оп, и вот он выделяется. То есть иногда бывает удобно этим окном пользоваться в тех ситуациях, когда вам нужно выделить несколько объектов. То есть вы можете предварительно все объекты, которые там какую-то одну суть обозначают, дать им один цвет. И потом, если вам их нужно будет выделить в сцене, вы всегда этой командой, выбрав этот цвет, легко и просто сможете их выделить. То есть Max та программа, в которой вот миллион инструментов на самом деле. То есть в принципе такую процедуру можно сделать и используя свой глаз как анализатор, да, то есть посмотреть одинаковые цвета и там с контролом выделить, например, такие объекты. Но опять-таки для быстроты, для удобства вот такая вот вещь присутствует и можно ей пользоваться. Вот это вот еще один вариант, кто занимается выделением объектов и то, чем вы можете пользоваться. Хорошо, с темой выделения мы пока с вами закончили, но в дальнейшем мы еще будем к этой теме без конца возвращаться, поэтому эти инструменты у вас будут без конца использоваться. Сейчас давайте буквально минуточек пять отведем на то, чтобы вы просто переключили к себе на свои компьютеры и попробовали то же самое. То есть посоздавать объекты, посоздавать, повыделять их инструментом выделения, поконкретизировать вот этой рамочкой, вот этой формой выделения, разные формы, посмотреть, как этот инструмент работает, пересечение, window crossing, вот, посмотреть окошко выбора по имени, посмотреть выбор по цветам, выделение объекта по цветам. Вот буквально на это пару минут, минут там, три-пира пять, после этого продолжим разговор, поговорим о еще одной интересной вещи. Так, хорошо, давайте тогда будем продолжать. Значит, вот выделение одна из таких очень важных вещей, которые будут нам нужны, без которых никак, но тем не менее, следующая тема, о которой мы поговорим, пожалуй, даже еще более важная будет, хотя, в принципе, базируется на том, что мы уже разобрали по выделению. Мы сейчас с вами поговорим о инструментах трансформации, поэтому в конспекте себе можно сделать такой заголовок «Инструменты трансформации». «Инструменты трансформации». что из себя представляют инструменты трансформации и зачем они нужны? Инструменты трансформации позволяют нам делать какую-то трансформацию объектом. Что под этим подразумевается? Подразумевается, первое, его перемещение, то есть мы с помощью этих инструментов сможем объекты в пространстве перемещать в нужную нам точку. Второе, мы сможем объекты вращать, вращение, потому что не всегда так, как они созданы, это тот вариант, который нас устраивает. Иногда нам нужно объекты иметь возможность поворачивать. И третий инструмент, занимающийся трансформацией, инструмент масштабирования, который позволяет менять масштаб объекта. То есть вот эти вот три функции, менять положение объекта, возможность задавать ему вращение и масштаб, вот это как раз и есть функции трансформации. Поэтому у нас есть в программе 3D Studio Max три инструмента трансформации, занимающиеся вышеперечисленными действиями. Инструменты трансформации у нас находятся вот здесь вот сразу за инструментами, занимающимися выделением. Они так вот горизонтальным, вернее вертикальным разделителем отделены. И вот они. Значит, первый из них, инструмент с названием Select and Move, это как раз и есть инструмент трансформации, занимающийся перемещением. По иконке видно. Второй инструмент с названием Rotate занимается вращением. Опять-таки стрелочка здесь прекрасно иллюстрирует то действие, которое он выполняет. И третий инструмент занимается масштабом, масштабированием. Причем этот инструмент не один, вот эта вот маленькая засечка, треугольничек такой, показывает, говорит нам о том, что тут еще есть группа других инструментов. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Но вначале начнем с первого дела, это инструмента перемещения. Select and Move. Почему присутствует термин Select? Дело в том, что эти все инструменты трансформации, они помимо того, что могут выполнять свою функцию, они еще могут и выделять объекты. То есть все, что мы говорили о инструменте Select Object, точно так же будет работать с этими инструментами. С инструментами трансформации. Команда вот эта, команда вот эта. Все прекрасно работает. Фильтр выделения, все точно так же работает и с инструментами трансформации. Итак, первый инструмент, инструмент перемещения. Сейчас, наверное, чтобы сцену нашу не грузить Нам не все здесь нужно Я ее очищу Меню файл команды Reset Помните, да, команда, которая полностью обнуляет все в нашей сцене Дает нам возможность работать с нуля Спрашивает она, хочу ли я этот сброс сделать Я говорю, да, хочу Вот, сцена у меня очищается И создам объект Тот же самый чайник, например, Tipod Вот в окне перспектива Приблизительно в центре Создам этот объект Открою окошко на весь Экран И включу инструмент перемещения Как только мы это делаем Первая отличительная черта того, что работает этот инструмент Это появление вот такого вот элемента интерфейса Это наши оси координат Вот, в принципе, вот это изображение, которое мы с вами видим Имеет определенное имя Оно называется Tripod, так называем Ну, то есть, в принципе, из-за того, что у него три направляющие есть Вот, поэтому мы будем пользоваться термином Tripod Для обозначения вот этой вот части Значит, Tripod инструмента трансформации Имеет вот такой вот вид Это три оси, три стрелочки Как оно пишется? Пишется в смысле? На английском? В программе, ну, он так и называется Tripod То есть, инструмент перемещения отображает вот такой вот Tripod Который используется для трансформации Значит, три вот эти вот оси Могут иметь такую одну интересную функцию Смотрите, если я курсор мышки навожу на любую из этих осей Они подсвечиваются желтым цветом Потому что просто так Оси имеют цвета следующие Ось X отображается красным цветом Видно Потому что помимо стрелочки Здесь вот еще подписано название этой оси Ось X Ось Y по умолчанию зеленый цвет И ось Z, соответственно, синий цвет В принципе, нетрудно запомнить Цветовая модель есть такая RGB Которая образует три основные цвета Позволяют получать большое количество оттенков Цветовая модель RGB В фотошопе, если работали, вам знакома эта вещь Вот, R, Red, красный G, соответственно, Green, зеленый И B, Blue, синий Красный, зеленый, синий Так вот, очень легко запомнить, как идут оси То есть, X, Y, Z Как раз, то есть, они здесь прямой аналогию проводят с этим То есть, RGB, красный, зеленый, синий Здесь тоже в основу ведется Эти три цвета, в принципе, дальше у нас будут фигурировать во всех остальных вещах Значит, наш этот трипод Как раз и может заниматься трансформацией То есть, когда включен инструмент перемещения Появляется трипод Мы можем курсор мыши навести на любую из осей Она подсвечивается желтым цветом Это показатель того, что сейчас именно вдоль этой оси будет трансформация А теперь щелкнув левой клавишей мыши И не отпуская, мы можем тащить объект в нужном нам направлении Когда вы это делаете при подсвеченной оси какой-то То только в направлении этой оси идет трансформация То есть, если мне нужна ось Y, я отпускаю эту ось Навожу курсор мыши на ось Y Щелкаю и не отпуская левой клавишей мыши Могу делать трансформацию в этом направлении Или Z, пожалуйста, щелкнув по Z Иначе, то есть, куда бы я курсор мыши мой не тянул Вправо-влево она будет работать только вверх-вниз Ну, в зависимости от того, какая ось включена Не забывайте, что любое действие в программе 3D Studio Max Вы можете отменить либо вот этими клавишами Либо Ctrl-Z комбинации Вот И Ctrl-Y, соответственно, возврат Вперед Помимо того, что вы можете работать по какой-то конкретной оси Вы можете работать в плоскости Для этого курсор мыши нужно навести вот сюда Чтобы подсветились обе оси Например, сейчас X, Z плоскость подсветилась Если я поставлю курсор мыши сюда, подсветится Y, Z плоскость А сюда, соответственно, X, Y Так вот, когда вы щелкаете не по оси, а по вот этому квадратику Причем, опять-таки, заметьте, чтобы с ним работать Нужно не в его середину наводить А именно вот сюда, на его краюши, где пересекаются вот эти вот линии Тогда он будет работать Так вот, щелкнув по нему, вы сможете делать трансформацию В пределах выбранной плоскости То есть по двум каким-то осям Так Либо так То есть сейчас он ходит только в направлении вот этой плоскости Куда бы я там его ни крутил Он никогда по своей оси X координату не изменит И то же самое, например, здесь Вот таким вот образом То есть вы можете объект перемещать куда угодно Используя вот этот вот трипод Выполнять нужную функцию Когда мы говорим с вами о перемещении Имеет смысл сказать о такой вещи, как координаты Дело в том, что у каждого объекта есть его координаты в пространстве То есть они нужны как нам, но больше Потому что нам они порой не всегда бывают важны Мы можем на глаз, например, выстраивать объекты Они важны программе для того, чтобы она знала, где конкретно находится объект Так вот, когда вы включаете инструмент перемещения Вот здесь вот внизу Наша строка состояния Одна из ее частей отведена как раз под отображение координат И когда включен инструмент перемещения Здесь отображаются координаты нашего объекта Координаты в пространстве Причем по умолчанию стоит уже выбранная система измерения Единицы измерения, мы сейчас об этом будем говорить Сантиметры стоят Поэтому его координаты вот по всем трем осям нам доступны Мы помимо того, что можем делать вот такую произвольную трансформацию Вручную Она чаще всего бывает более актуальной Помимо этого, мы можем использовать эти три поля Тут написано в заголовке каждая ось То есть координаты оси Х, оси Y и оси Z Вводить мы значения можем двумя способами Первое, мы можем пользоваться вот этими элементами Которые называются спиннеры То есть щелкая по его верхней части Мы меняем направление положительное Либо в другую сторону отрицательное Мы можем щелкнуть левой клавишей Не отпуская, потащить вверх или вниз Тогда мы более быстро будем выполнять функцию Вот сейчас скачок произошел, видите, улетел Плюс третий вариант Мы можем вводить с клавиатуры нужное значение Например, там поставить 0 Нажать Enter И он по этой оси возвращается в свое значение Иногда с помощью этих вещей бывает удобно обнулять позицию Например, объект там находится где-то непонятно где Чтобы его долго не искать, вы можете там ввести здесь 0 Причем, кстати, между этими полями удобно переключаться табуляцией клавиши Tab Нажали, оп, во второе поле Во второе, во третье 0 Еще раз табуляцию Вот все три поля обнулились Объект в центре координат находится По умолчанию отсчет координат происходит относительно выбранной системы координат Об этом мы сегодня поговорим По умолчанию стоит так называемая видовая система координат И ее начало находится вот здесь То есть это вот сетка в окнах проекции, которая отображается у нас Она имеет такие вот темные линии, которые показывают место пересечения наших осей И соответственно точку начала координат Вот эта точка, то есть от нее идет сброс От нее идет отсчет Еще одна интересная вещь, работая вот со всеми вот такими вот полями числовыми Там, где есть вот эти вот спиннеры, вот такой элемент интерфейса Может работать одна интересная штучка Для того, чтобы любое поле цифровое, где есть спиннер, быстро обнулить Вы можете воспользоваться щелчком по этому спиннеру Не левой, а правой клавишей мышки То есть смотрите, у меня все написано здесь 145, там с копейками почти 146 сантиметров Стоит мне по этому спиннеру, вот по этой части интерфейса Щелкнуть правой клавишей мыши, оп, как он быстро обнуляется То есть иногда это быстрый способ сбросить все в ноль Три раза пощелкали мышкой, сбросили в ноль Полезная штука Кстати, между прочим, несмотря на то, что программой давненько пользуюсь Узнал это совсем-совсем недавно Видите, век живи, век учись То есть вот таким образом вы теперь с помощью этих полей Можете вводить любые нужные вам значения Например, там 5 сантиметров по оси Х Объект довольно-таки крупный, давайте напишем там 500 Вот он, бах, сдвинулся по оси Х Можно задавать не только положительные, а отрицательные значения Потому что координаты могут быть как в положительном направлении оси, так и в отрицательном Например, там минус 200 Оп, он ушел в отрицательную сторону Например, здесь там 300 Поднялся вверх Либо, например, там минус 300 Ушел под эту ось Под нашу сетку Обнулить, пожалуйста, правой клавишей Раз, два, три Все, объект вернулся в ноль Z нажали, вот и снова в центре Не забывайте, клавиша Z, да, очень удобная штука Которая делает нам быстро центровку Неважно, где объект находится Z нажали Оп, мы сразу Фокус камеры нашей Ее положение навели на выбранный объект Вот таким вот образом Значит, вот что из себя представляет инструмент трансформации Вот как вы можете пользоваться Вот, и вот, соответственно, для чего он нужен нам Для того, чтобы объект перемещать Менять его координаты в пространстве То есть, когда мы делаем навигацию Щелчок там средней клавиши мышки Мы просто перемещаем камеру При этом координаты объекта не меняются Абсолютно никак А вот инструмент трансформации перемещения Как раз именно смещает объект в пространстве То, чем мы без конца будем пользоваться Для того, чтобы моделировать, чтобы создавать объекты Мы будем брать эти объекты, перемещать Перемещать их в части Вот, и выстраивать нужные нам объекты Инструмент трансформации перемещения Забит на горячую клавишу W Она на клавиатуре идет следующая За буковкой Q Q Это инструмент выделения А инструмент перемещения W То есть, как вы видите Этот инструмент точно так же может выделять объекты То есть, включив этот инструмент Щелкая по объекту, я его выделяю Единственное, есть один подводный камень О котором сразу скажу, чтобы вы знали о нем И не забывали Значит, этим инструментом Любым инструментом трансформации Это будет применимое для перемещения Для вращения, для масштабирования Не всегда удобно объекты выделять Почему? Потому что этот инструмент Помимо выделения еще и, например, перемещение Перемещает объекты Поэтому, щелкнув по объекту Если вы просто щелкаете, то все в порядке Но если вы, не дай бог, где-то в процессе щелчка Чуть-чуть зажали левую клавишу мыши То вы в процессе щелчка можете объект сразу сдвинуть И он уже изменит свою координату Иногда это заметно И вы тогда нажали Ctrl-Z, отменили Проблем никаких А иногда вы можете в процессе моделирования Не заметить этого То есть, где-то там Буквально такой небольшой щелчок Что объект чуть-чуть сдвинется А потом, когда будете визуализацию делать И у вас, например, там ваш персонаж будет Поднят над уровнем пола То есть, не будет стоять на горизонтальной Плоскости, например, там земли А будет над ней А появится освещение Тень это сразу покажет В окне проекта этого может не видно быть А тень будет на расстоянии от объекта Уже понятно, что объект находится над поверхностью А не на ней Поэтому старайтесь избегать Использования инструментов трансформации Для выделения Лучше не поленитесь Нажмите Q Включить инструмент выделения Этот инструмент перемещать объекты не может Он только их выделяет Поэтому сдвинуть вы ничего не можете А потом уже, когда он выделен Нажимаете W Переходите в режим Нужного вам инструмента Например, перемещения И двигайте объект То есть, если вам нужно просто выделить объекты Будьте аккуратны То есть, в принципе, я частенько выделяю И инструментами трансформации Но просто главное в своей голове Крутить мысль Не забывать о том, что Это иногда может быть проблемой Если вы не уследите И где-то сдвинете что-то Поэтому, если что-то сдвинулось Ctrl-Z сразу нажали Чтобы действие отменить это Хорошо, давайте пойдем дальше Следующий инструмент Трансформация Инструмент вращения Rotate Инструмент вращения Rotate Вот он, вторым идет у нас по счету В группе этих инструментов Я включаю его Трипод сразу принимает специфический вид для этого инструмента Тоже его ни с чем, с другим не перепутаешь Но те же самые три цвета здесь фигурируют Красный, зеленый, синий Красный ось Х Зеленый ось У Синий ось З То есть, эти три цвета Если запомнить, то в дальнейшем Даже уже по цвету вы сориентируетесь Где какая ось Хотя здесь, видите Трипод имеет такую вот Круговую конструкцию То есть, нарисовано несколько кругов Один круг, который соответствует оси Х Он как бы не виден как круг Потому что мы только часть его видим Если повернем, то вот видите Все-таки он круг Один направление оси Х Другой направление оси Y И третий направление оси Z Нарисован Значит, инструмент перемещения Занимается тем, что позволяет нам Наш объект вращать Для того, чтобы объект вращать Нам нужно курсор мышки Навести на соответствующую ось Например, на ось Х Зажать левую клавишу И не отпуская выполнить вращение В одну либо в другую сторону Что происходит? Помимо того, что нарисована ось Видите, сверху чертится Вот такая вот линия Показывающая направление вращения Вверху появляется три вот таких вот окошка Показывающих координаты X, Y и Z Три поля Они идут в такой последовательности Первая это координата X Вторая Y, третья Z Вот, таким образом Мы с вами можем выполнять вращение Значит, чем удобно Наличие вот этих вот полей сверху Цифровых Вы видите, на какое значение Вы объект ваш вращаете Вращение задается в градусах То есть, если инструмент перемещения Работает с единицами измерения Я еще раз включу инструмент вращения Которые заданы в программе В данном случае это сантиметры То инструмент вращения Работает у нас с градусами То есть, вот я поворачиваю Его там на 31 Почти на 32 градуса После того, как вращение выполнено Вы можете делать это по одной оси По второй оси По третьей Вот вы делаете вращение вашего объекта Опять-таки, когда включен инструмент вращения Эти три поля внизу Показывают его координаты Координаты вращения в градусах То есть, 23 градуса там с копейками 25 и так далее Точно так же вы можете использовать эти поля Для того, чтобы вводить нужное вам значение Например, мне нужно обнулить Пожалуйста, правой клавишей мышки Щелкнул И у меня объект выровнялся Так, как был Теперь мне нужно, например, по оси Y Его там поднять на 90 градусов Да, например Без проблем Вот у меня ось Y Я сюда напишу 90 Enter Подтверждаю Вот он у меня поставился В другую сторону Без проблем Я ставлю сюда значок минус Минус 90 И он поворачивается в другую сторону То есть, вы вот так можете манипулировать Не только вот этим триподом Это тоже трипод называется Но и вот этими полями Вводить здесь конкретное нужное значение Или, например, там минус 45 Пожалуйста То есть, четко Любые значения можно задавать Без каких-либо проблем Вот Инструмент вращения Быстро вызывается горячей клавишей И Ну, то есть, английская буковка Е Читается как И Вот, а горячая клавиша Е Это третья клавиша в этом ряду То есть, Q, W, E Q, выделение W, инструмент перемещения Буковка И Е, русская Обозначает Является горячей клавишей Включающей инструмент перемещения Эти клавиши Эти клавиши очень удобно находятся С левой стороны нашей клавиатуры Поэтому левая рука Которая, как правило, чаще всего на клавиатуре находится Ну, либо правая В зависимости от того, у кого как Конечно, кто как привык работать Кто правша, кто левша Вот То удобно между ними переключаться Вот таким вот образом Значит, помимо того, что вы можете делать Трансформацию по каждой Из осей Вы можете делать Трансформацию произвольную Для этого курсор мышки Нужно навести вот сюда В середину этого круга Так, чтобы ни одна из осей Так, чтобы курсор мыши Не был ни на одной из осей То есть, вот сюда где-нибудь Теперь, зажав здесь левой клавишей мыши Вы можете делать Произвольное вращение Сразу во всех трех осях Но я лично такое вращение не люблю Потому что оно действительно Произвольное в прямом смысле То есть, поставить здесь объект Так, как нужно Бывает очень сложно С помощью такого способа Поэтому я лично привык Просто по осям По одной, по второй, по третьей Поставить в нужное положение И при этом получить результат Помимо этого Вокруг этого трипода Чертится еще один вот такой вот серый круг Этот серый круг Расположен всегда таким образом Что он смотрит прямо на камеру Вне зависимости от того Как вращается камера То есть, видите Это вращение относительно Вида из камеры То есть, вращение Которое происходит Параллельно виду камеры Иногда такой способ вращения Тоже может использоваться Хотя, опять-таки Например, не так часто Я, допустим, его использую в работе Но такой вариант тоже присутствует Тоже есть Не забывайте всегда Сбросить координаты Вы можете вот в этих полях Координат Правой клавишей мышки Пощелкая по трипода По спиннерам Объект выровняется так, как нужно И будет находиться в позиции по умолчанию Вот таким вот образом То есть, это у нас второй инструмент Инструмент вращения Ну и давайте посмотрим с вами Третий инструмент Инструмент Scale Масштабирование Масштабирование Значит, здесь у нас находится Несколько инструментов В этой категории Он не один По умолчанию стоит инструмент С названием Uniform Scale Это так называемое Пропорциональное масштабирование Uniform Scale Пропорциональное масштабирование Тут даже иконка так нарисована Вот что понятно Что пропорционально Если его раскрыть Тут есть еще два других инструмента Вот Второй инструмент в этой категории Носит название Non-Uniform Scale То есть, непропорциональное масштабирование Non-Uniform Scale Непропорциональное масштабирование Соответственно, первый занимается Пропорциональным масштабированием объекта Второй – непропорциональным И третий инструмент В этой категории Носит название Squash Squash переводится как Растяжение Он позволяет растягивать объект Объясню немножечко Чуть попозже Суть этого инструмента Мы давайте вернемся пока К первому Инструменту пропорционального масштабирования После того, как любой из инструментов масштабирования Включен Мы, соответственно, видим Вот такой вот трипод Который характерен Опять-таки инструменту масштабирования И ни с чем другим В программе 3D Studio Max Его больше не перепутаешь Значит, нам точно так же Доступны оси Ось Z Ось Y Ось X Если курсор мышки навести Они подсвечиваются Помимо этого Этот инструмент Позволяет Инструмент масштабирования И этот трипод Может давать вам Возможность масштабировать По В направлении плоскости То есть по двум осям Вот, например, я буду масштабировать В плоскости YZ Вот в плоскости XZ А вот в плоскости XY И если навести его в центр Так, чтобы подсветился Вот этот треугольник большой в центре Вы будете масштабировать его Сразу под всем трем осям То есть пропорционально С точки зрения Этого трипода Что первый инструмент Что второй Работают одинаково Разница между ними заключается Только в том Что когда включен первый У вас внизу в поле координат Два других поля недоступны Но инструмент пропорционального масштабирования Поэтому считается Что то, что вы введете в одно поле Сдублируется в остальные поля А если выбрать второй инструмент То тогда уже все три поля Станут отдельно доступны И вы можете объект Изменять непропорционально Но с точки зрения работы С триподом Что первый Что второй Работают одинаково То есть если навести Курсор мышки на ось Вот вы в направлении Какой-то оси Его масштабируете Вытягивается Здесь Пожалуйста Здесь Пожалуйста Отменю сейчас Если это делать По плоскости То есть навести Вот на эту линию Соединяющую две оси Видите Он в направлении Именно этой плоскости Масштабируется А вот тут Не масштабируется То же самое здесь Сделать масштабирование Тут Он тут вроде вытянется А тут Останется плоским И то же самое здесь То есть Тут масштабируется В этом направлении Нет Вот Ну и центральная часть Это у нас пропорциональное Масштабирование То есть Окнув тут Сразу по всем Трем осям Меняется масштаб объекта Значит масштаб У нас задается В процентах То есть Цифра 100 100% Означает Оригинальный масштаб Объекта Такой Каким он Был создан Поэтому вы можете Использовать Эти поля Для того чтобы Объект увеличивать В нужных вам Цифровых значениях Например Если вы хотите Объект сделать В два раза больше Можно в этом поле Написать 200% Он станет В два раза больше От текущего Или например 50% Он станет В два раза меньше Чем он был Если же в это поле Вернуть значение 100 Он станет 100% Видите При инструменте Пропорционального масштабирования Я вписываю значение В одно поле Два других Автоматически Это значение дублирует Таким вот образом Вот Значит Что касается Непропорционального масштабирования Суть его точно такая же Он точно так же Может работать То есть С точки зрения Использования трипода Разницы нет Какой инструмент включен Разница только Вот в этих координатах То есть Теперь они В этом инструменте Непропорционального масштабирования Нам доступны все три поля отдельно Мы можем тут например Сделать его в два раза меньше Здесь там В половину Шире Здесь например В два раза выше Вот получили результат Вот Нужно нам теперь Это все вернуть Я могу поставить Пропорциональное масштабирование Вписать здесь 100 И это значение Сдублируется во все остальные поля Он станет Пропорциональным Значит Отличительным является Третий инструмент В этой категории Инструмент с названием Squash Растяжение Этот инструмент Выполняет Такую функцию Как Растяжение Издавливания Объекта Значит Где это дело Применяется С точки зрения Моделирования Я лично Не нашел Для себя Какого-то Вразумительного Использования Этого инструмента Но Этот инструмент Иногда могут Использовать Аниматоры В свое время Уолт Дисней Думаю Всем знакомо Имя и фамилия Этого человека Который Отцом является Создателем Классической анимации Рисованной Он придумал Несколько принципов Анимации Вот один из принципов Был принцип Squash Стрэндж То есть Растяжение И сдавливание То есть Все Диснеевские персонажи Рисованные Непосредственно Им И уже Сосознанной Его студией После его смерти Вот Они в принципе Ко всем Применима Такая технология То есть Их персонажи В процессе анимации Стягиваются Сдавливаются Даже походка Персонажа Она не Такая Скажем так Естественно Как у человека А он где-то там Сжимается Стягивается То есть Вот это Один из принципов Классической анимации По Диснею Так вот В трехмерной среде Все эти принципы Тоже применимы Для создания Анимации объектов И поэтому Вот аниматоры В процессе создания Анимации объектов Могут этим инструментом Пользоваться Значительно чаще Чем моделеры Например Люди Которые создают объекты Потому что Как раз этот инструмент Выполняет данную функцию Сжатие И растягивание Вот С точки зрения Моделирования я его Вообще не использую То есть Либо первый Либо второй Чаще всего Вообще Первый стоит По умолчанию А на второй Даже не переключаюсь То есть Мне нужно Пользуюсь Триподом Для трансформации Уникальной Даже первым инструментом Вот таким вот образом Поэтому Вот что делает Данный инструмент Значит Горячая клавиша Этого инструмента Следующая За буковкой И Клавиша А Ну Р Тобишь Английская буква Р Читается Знаменитая Такая Комбинация Кверти Которую часто Очень используют Много где Здесь она тоже Видите Используется Кью Вы сразу Должны Знать Значит Я сейчас Возьму Сделаю Копию Этого Объекта Немножечко В скором Очень времени Вы узнаете Как это Делается То есть Мы будем Разбирать Копирование То есть Вот у меня Два абсолютно Одинаковых Объекта Если я Включу Вторую Закладку Закладку На которой Я вижу Размеры Этого Объекта Ну Когда он Выделен Да Кстати Вот еще Заметь Один момент Если Объект Не выделен На второй Нужно Выделить Объект Тогда Вы увидите Его Свойства Так вот Если мы Посмотрим Включу Кью Инструмент Выделения Один и второй Объект То есть Я между ними Попереключаюсь Вы увидите Что настройки У нас Не меняются Ну Для сравнения Можно тут Не 78 Написать 80 сантиметров Тут например 80 здесь Так чтобы Это было число Какое-то Такое целое Чтобы нам Его проще Было запомнить То есть Его размер 80 сантиметров Если я Включу Инструмент Масштабирования И посмотрю Что у меня И один И второй Объект Имеют масштаб 100% То есть Оригинальный масштаб Так вот Смотрите Что интересно Если я возьму Этот объект И увеличу Его размер Вдвое То есть Он стал больше Да В два раза Стал больше Это и визуально Видно Но Если я посмотрю На его Размеры С виточки Modify Вернее На закладке Modify Его размеры Абсолютно Точно Такие же 80 80 То есть Ничего Не изменилось В чем штука Дело в том Что это Особенность Пакета 3D Studio Max Он Отдельно Ведет информацию О масштабе И отдельно О размерах Имеется ввиду О физических Свойствах Объекта То есть Например Радиус Поэтому Если вы Меняете Размер Объекта С помощью Масштаба Имейте ввиду Что его размеры Уже не актуальны То есть Это не То что нужно Например Если вы Захотите Создать чайник Чайник Такой же Как этот Вы выделите С объекта Смотрите Так 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 Его размер 80 сантиметров Ага Захожу сюда Пишу 80 сантиметров Угу Он то действительно Становится 80 сантиметров Но у них Разные масштабы То есть Масштаб В пакете 3D Studio Max Отделяется От Свойств От параметров Объекта Это разные Абсолютные вещи Поэтому Имейте ввиду Если у вас Какая-то Нестыковка Проверьте Сразу Масштабы Объектов Не исключено Что масштабы Будут разные То есть Масштабы Объекта Если вы хотите Чтобы ваше Свойство Работало Нормально Масштаб Должен быть 100% То есть Это не значит Что масштаб Можно не использовать Нет Пожалуйста То есть Хотите Пользуйтесь Просто имейте ввиду Что теперь Свойства Уже Некорректны Если вы хотите Чтобы эти Свойства Работали То лучше Тогда Пользоваться Не масштабом Я его верну На 100% А непосредственно Свойствами То есть Сделать их Не 80 А 160 Например Он станет Точно таким же В два раза больше При этом масштаб Его 100% И размер его Теперь действительно Адекватен То есть Если я напишу Здесь 160 То я получу Точно такой же Объект По размеру То есть Масштаб В пакете 3D Studio Max Отделяется От параметров Объекта Если масштаб Не 100% Параметры Уже Не работают Они уже Не такие Параметры Работают Только для 100% Масштаба То есть Обращайте На это внимание Это как бы Не проблема Абсолютно Ничего здесь Такого нет То есть Вы можете Пользоваться Масштабом Очень хороший Инструмент Для того чтобы Быстро Изменить Размер Объекта Но просто Имейте ввиду Что если Какие-то Нюансы Где-то Что-то Не стыкуется Всегда Первым делом Проверьте Масштаб Может быть Масштаб Больше Чем 100% И поэтому Единицы Уже Не совпадают Это то Это то Это то Что вам Нужно Знать Есть Есть Вменю Вменю Появляем Где-то Оно Должно Присутствовать Потому что я уже сто лет им не пользовался отсюда Не, не могу так найти, не знаю Не будем тогда сейчас на это время тратить Значит, F12, функциональная клавиша F12 Если вы его нажмете, у вас появится вот такое вот окошко с координатами В принципе, это окно и координаты, которые в нем написаны Оно ничем не отличается от вот этого окна, находящегося внизу То есть координаты у объекта точно такие же Значит, чем удобно это окно? Во-первых, здесь сразу по умолчанию есть два параметра Есть координаты объекта, так называемые абсолютные Вот они, Absolute World, мировые абсолютные координаты Это его координаты относительно точки отсчета, точки начала координат И есть еще параметр Upset, смещение Тут задается смещение, эти поля, как правило, нулевые Они удобны в тех случаях, когда вам нужно задать Трансформацию объекта с точки зрения смещения То есть, например, если у вас приход заказчик и говорит Слушай, а сдвинет, а чайник, пожалуйста, там на 500 сантиметров вперед по оси Х Вот, вы можете садиться, брать это значение Минус 173, 372, добавлять к нему 500 Высчитывать значение на калькуляторе, на бумажке, в уме, кому как удобно И потом вписывать новую координату, да? Это один из вариантов А можно воспользоваться параметром Upset, смещение И написать здесь, сдвинуться по оси Х на 500 единиц И он просто к текущим координатам сдвинет его на 500 единиц Когда вы нажмете Enter И он переместится в новое место То есть, параметр смещения работает от текущей позиции объекта Вот в какой он находится, например, там по оси Z Там поднять его на 50 сантиметров Пожалуйста, 50 Оп Он, соответственно, приподнялся на 50 То есть, абсолютные координаты Это абсолютные, они никогда не меняются Ну, если объект, конечно, сдвигается, понятно, что не меняются Но Они всегда что-то показывают То есть, у объекта обязательно есть координаты Пусть даже нулевые, но они присутствуют А параметры offset смещения удобно сдавать в ситуации Когда вам нужно именно сдвинуть объект на какое-то значение Это окошко будет менять свой вид в зависимости от инструмента Для инструмента перемещения координаты будут такие В единицах измерения, выбранных в данном случае сантиметры Если включить инструмент вращения, буковка I, E Вот, то здесь координаты будут у нас в градусах отображаться И точно так же их можно обнулять при необходимости Если включить буковку A, R, английскую Мы увидим масштаб 100% 100% масштаб И дальше тоже можем здесь их менять То есть, иногда этим окном удобнее пользоваться, чем этим полем Это поле, кстати, внизу находящееся Точно так же может переходить в режим работы со смещением То есть, по умолчанию тут координаты А можно перейти в режим смещения Если вы поставите вот такую вот кнопочку То есть, включив эту галочку Вы перейдете из режима глобальных координат в режим смещения То есть, видите, координаты его обнуляются Вы тоже работаете в режиме смещения Например, по оси Х сместить там на 300 сантиметров Нажали, оп, и он на 300 сдвинулся Но отключив ее, вы увидите именно настоящий его координат То есть, можно пользоваться как этим полем, так и тем окном То есть, просто имейте это в виду Что есть разные вариации того, как получать те или иные вещи Так, хорошо Опять-таки, давайте буквально сейчас 3-5 минут Для того, чтобы попробовать все, о чем мы сейчас сказали Посмотреть инструменты трансформации Повызывать палитры Поработать с этими координатами Поработать с триподом И после этого поговорим еще Немножко, как раз, осталось чуть времени О оставшейся теме Так, хорошо, значит, идемте дальше Следующее, о чем мы с вами поговорим Вот, это будут единицы измерения Сразу об этом скажем Потому что тема, связанная с единицами измерения Единицами измерения тоже довольно-таки важна Это одна из первых вещей Которая задается до того, как вы начинаете какую-либо работу с вашей сцены То есть, мы уже знаем, что до того, как мы начинаем что-то создавать Первым делом мы должны с вами задать папку проекта Помните, да? От меню файл в категории менедж Set project folder Либо более быстро и удобно это воспользоваться вот этой кнопочкой Set project folder Иконка, которая задает нам Позволяет включить команду, которая задает папку проекта Это первое дело, которое мы, как правило, делаем А вот второе, теперь вы обязательно будете делать Это задавать единицы измерения Потому что без этого работать неудобно И может возникать ряд проблем В вашей сцене в дальнейшем Поэтому единицы измерения это очень важная вещь Поэтому я сейчас снова сцену мою очищу Нет, сохранять ничего не буду Так Вот, и теперь посмотрим Итак, где мы с вами можем задавать единицы измерения Для этого у нас будет с вами Служить главное меню И в частности меню с названием customize Меню, где мы делаем все изменения и преображения Связанные с программой, с ее настройками Так вот, в меню customize Практически в самом низу у нас есть команда С названием units setup Настройка единиц измерения Units setup Настройка единиц измерения Значит, вызвав эту команду, щелкнув по ней У нас открывается окно В котором, в принципе, всю работу мы с вами и будем производить Итак, у нас здесь с вами в этом окошке есть две вещи основные Первая это вот такая кнопка с названием system unit setup О ней мы тоже сегодня поговорим И внизу так называемый display unit scale Так вот, как раз именно в этом окне параметром display unit scale То есть единицы измерения и масштабы, связанные с отображением Мы и будем пользоваться По умолчанию, если вы max только установили и больше ни разу ничего в нем еще не делали У вас будет стоять система измерения, так называемая generic units То есть какие-то общие единицы измерения Это некие виртуальные единицы измерения, которые ни к чему не привязаны А просто используются программой для того, чтобы уже что-то делать Это не всегда удобно Бывает, но по умолчанию именно они стоят И когда этот режим у вас стоит, то, как правило, у вас никакие единицы измерения не отображаются То есть при создании объекта У вас просто числовые значения без каких-то подписей То есть это что-то виртуальное И поэтому все, в принципе, относительно Сказать, что вы к какому-то размеру привязаны нельзя Поэтому этот вариант нам подходить не будет Мы с вами будем, как правило, пользоваться Так называемой метрической системой измерения То есть та система измерения, с которой привыкли работать мы Люди, живущие на постсоветском пространстве Она у нас является стандартом Со школой нам еще она знакома Поэтому с ней мы будем работать Когда мы переключаемся на эту систему Метрикс, метрическая система В выпадающем меню контекстном нам предоставляется доступ к разным вариациям единиц измерения У нас есть миллиметры, у нас есть сантиметры, метры и километры Как правило, этого с головой нам будет хватать Ну, по крайней мере, у меня, например, не было необходимости за все время работы с пакетом использовать что-нибудь другое Значит, у вас, как у людей любознательных, может возникнуть вопрос Какую систему выбирать? Значит, главным критерием относительно того, какую систему измерения выбрать Миллиметры, сантиметры, метры и километры Должно, значит, служить такое правило Все зависит от масштаба вашей сцены То есть, конкретно сказать, что вам подойдет, нельзя Каждый раз, под каждый проект вы будете выбирать свои единицы измерения Но есть одно общее правило, которое имеет смысл использовать И оно как раз говорит о том, что в зависимости от масштаба сцены, от крупности объектов Такую единицу измерения стоит выбирать Например, если вы, допустим, моделируете какую-нибудь мелкую деталь Как пример, например, ювелирное украшение какое-нибудь Вот, оно по себе совсем небольшое Оно в жизни небольшое Вот, поэтому для него, например, имеет смысл задавать единицы измерения миллиметры Либо, например, вы делаете какую-нибудь там трехмерную модель какого-нибудь насекомого Которое тоже по себе небольшое, имеет смысл выбрать единицу миллиметры Потому что сам объект, который вы будете создавать, имеет небольшие размеры Если вы делаете что-то большее, как вариант Это может быть, например, такие вот ориентиры Это может быть мебель Иногда даже может быть не сильно большое помещение Вот, какая-нибудь техника некрупногабаритная Имеет смысл выбирать сантиметры Если вы работаете с объектами большого размера То есть, например, помещение большое, каких-нибудь там 10 на 20 метров, как вариант Вот, имеет смысл выбирать единицы измерения метры Метры также подходят и для более крупных объектов Например, там здания высотные, какие-нибудь небоскребы, что-нибудь такое Имеет смысл выбирать метры Вот, ну и километры, это и та единица измерения, которая будет актуальна в случае, если вы работаете над большими объектами Например, там модель какого-нибудь острого небольшого в Тихом океане Которая может быть несколько километров в размере Тогда имеет смысл выбирать эту единицу измерения На что влияет выбор единиц измерения? Он влияет на глобальный масштаб вашей сцены Когда вы выбираете нужную единицу измерения Программа 3D Studio Max настраивает несколько вещей В частности, она настраивает общий масштаб сцены И от этого общего масштаба сцены будут работать так В частности, окно перспектива так будет работать То есть остальные окна тоже, но там это менее критично А вот в окне перспектива это очень важно У камеры, которая делает съемку через окно перспектива Есть такое понятие, как плоскости отсечения То есть, если вы, например, работая с моделью того же самого острого Тихоокеанского Который единиц измерения стоит километры Вы захотите на пальме смоделировать жука какого-нибудь Который имеет размеры маленькие, миллиметры То при приближении к этому объекту Вы создали какой-нибудь объект, габарит этого жука И хотите к нему поближе подъехать, чтобы лучше его видеть Программа может вам этого не позволить сделать То есть, подъезжая близко к объекту, рано или поздно он отсечется То есть, в окне проекции геометрия пропадет Она обрежется Это нужно для того, чтобы эта функция программы, которая помогает видеокарте, не грузиться То есть, плоскости отсечения нужны для того, чтобы слишком мелкие Либо слишком крупные объекты отсекать, убирать Тем самым разгружать работу Так вот, от единицы измерения зависит то, как вот эти плоскости отсечения будут работать Если вы для большого объекта, и при этом установив ему большие единицы измерения Пытаетесь на его поверхности сделать что-то маленькое Как правило, вы не сможете к этому объекту близко подъехать Он обрежется, он уберется Поэтому размер, единицы измерения, стоит выбирать относительно масштаба вашей сцены Сразу может быть вопрос, да? Но если у меня, например, ситуация, где действительно мне нужен остров И нужен жук на пальме сидящий, как это сделать? Очень просто используйте разные сцены То есть, в одной, Максовской сцене, где единицы измерения миллиметра, смоделируете жука В другой, где единицы измерения сантиметра или метра, смоделируете пальму И в третьей, где единицы измерения километра, смоделируете остров Потом к модели острова вы сможете загрузить остальные модели Причем при загрузке Макс проведет адаптацию масштаба И загрузит этот объект таким, каким он должен быть То есть, несмотря на то, что единицы другие, там были, например, миллиметры в сцене с жуком, да? А здесь километры Программа преобразует их так, чтобы они адекватно смотрелись в километрах И они будут нормально смотреться Но, как правило, этот процесс загрузки вы уже делаете в конце Когда модель полностью, то же самое модель жука уже полностью сделана Вам не нужно к ней близко подъезжать, как вариант Вот, тогда проблем никаких не будет То есть, сложные сцены разбиваете на более мелкие части И моделируете их каждая в своей сцене Независимо друг от друга В нужной ей единице измерения Чтобы соответствовал масштаб Размерам вашего объекта соответствовали единицы измерения выбранные То есть, вот такое вот правило Головой вначале думаете, какой будет размер объекта После этого выбираете единицы измерения Соответствующие этому масштабу Потом вы помните Я сейчас окношку на секунду закрою Мы говорили с вами В меню импорт есть команда мерч Которая позволяет из других макс сцен загрузить объекты Мы эту тоже процедуру посмотрим более детально Через несколько занятий Вот, и вы сможете загрузить любые объекты Но каждый из объектов имеет смысл Особенно если они очень отличаются по размерам Моделировать в отдельной сцене Это в принципе даже удобно с той точки зрения Что вы не грузите видеокарту И не нужно обрабатывать там габарит острова Там зелень, этих пальм А чтобы поработать с жуком То есть на это время тратиться Удобнее пользоваться именно такой функцией То есть отдельно сделать модель Потом ее просто в сцену загрузить Вот таким вот образом Значит, давайте еще разок вернемся к этому окошку Значит, метрическую систему И нужные единицы Ну, например, пока я поставлю сантиметры После того, как это сделано Остается нажать ОК И единицы измерения работают Вступили в силу Вот теперь имеет смысл создавать уже объекты Тогда они уже создаются в конкретных единицах измерения Вы можете с ними работать и уже задаете габариты к чему-то привязанное Вот теперь уже от чего-то можно отплясывать Если вы будете в процессе работы менять единицы измерения Это может не всегда повести к адекватным результатам То есть иногда при изменении единиц измерения Масштаб автоматически пересчитывается Ваш объект становится значительно больше, чем он должен быть в жизни по габаритам Именно по этой причине стоит единицы измерения устанавливать до того, как вы в сцене что-то создаете Первая папка проекта, вторая единица измерения После этого уже начали моделирование Вот такое должно быть правило Значит, другие форматы, которые здесь есть Мы о них скажем, но они нам будут неактуальны Это US стандарт, это стандарты Соединенных Штатов Америки Они, как правило, работают в футах, в дюймах и так далее То есть они для себя выбирают свои единицы Нам они будут менее интересны Ну, возможно, в той ситуации, если у вас там заказчик или вы там до будущего поедете работать за границу Тогда это будет интересно Здесь же, как правило, нам удобнее наша метрическая система Которой мы привыкли с детства в ней работать И третий вариант, кастом, произвольная система измерения Это такой, скажем так, наворот разработчиков Который позволяет выбрать произвольное обозначение единицы измерения И поставить ей в соответствии числовое значение какой-то реально существующей единицы Ну, например, я хочу, чтобы у меня была единица измерения Димы, например, так как меня звать Я там пишу Один Дим, например, равно, допустим, 10 миллиметров Окей, теперь у меня мои объекты будут отображаться вот в этих Димах Которые я задал Но при этом мне нужно помнить, какое соотношение у меня этих Димов к единицам измерения То есть я, например, этой вещью тоже не пользовался никогда Вот, поэтому, наверное, менее интересно будет Ну, generic units мы о них сказали, то, что стоит по умолчанию Lighting unit setup Мы об этом поговорим, когда дойдем до освещения Тут есть возможность выбрать два варианта единиц измерения для источников освещения Есть в 3D Max источники освещения, которые являются фотометрическими Которые привязаны к реальным системам освещения Которые в жизни они освещают там люминосцентами Вот, единицы измерения И поэтому тут выбирается этот формат Но когда мы будем говорить о освещении, я еще раз к этой штуке вернусь Ну и последнее, это system unit setup Ну, это вещь, которую мы с вами пока здесь трогать не будем Вот именно как раз здесь, в этом окошке, system unit setup И задается связь единиц измерения Вот один юнит, то есть тот, который выбран в программе Чему он будет равен в программных юнитах И именно здесь выбираются вот эти плоскости отсечения Программа для себя их сама настраивает Поэтому, в принципе, пока что мы это окно с вами трогать не будем Чуть попозже, когда вы там окрепнете Возможно, вы тогда сможете с ним разобраться и использовать его Сейчас, если мы здесь что-то начнем менять Это может привести просто к неадекватной настройке камеры Вот эти плоскости отсечения будут срабатывать не так, как нужно И наше моделирование в ад превратится просто Вот, поэтому эту вещь мы пока с вами трогать не будем Мы просто будем выбирать нужную единицу Этого нам с вами вполне будет хватать Этого нам вполне будет достаточно Вот таким вот образом Вот это то, что касается единиц измерения Еще один момент, который я хотел вам сказать Это настройка сетки окон проекции Тоже запишите себе тему Настройка сетки в окнах проекции Сейчас, секундочку Али? Нет, еще немножко нет Вы там уже ложитесь И еще минуточек пять Будете Хорошо, я тогда все через пять Наберу тебя Значит, наша сетка Которая у нас отображается в окнах проекции Она полезна нам не только С точки зрения того, что она просто отображается И благодаря этой сетке мы видим с вами оси И можем наши объекты выставлять адекватно, скажем так, нашему миру У сетки может быть еще одна полезная функция Это то, что мы можем настраивать размер клеток, которые мы видим А если мы можем настраивать размер клеток Значит, мы в будущем их сможем использовать Как, например, ориентиры Для того, чтобы габарит объекта выставить так, как надо Размер его задать так, как нужно Вот здесь вот внизу Сразу за вот этими полями координат С правой стороны у нас вот такая вот есть надпись Grid равно 25,4 см Так вот, эта надпись как раз и обозначает Чему равна одна клетка нашей сетки Которая в окна То есть одна сеточка это 25,4 см Ну, те значения, которые Макс для себя ставит по умолчанию Они, как правило, ну, мне лично, например, неудобны Мне бы проще, как оно в жизни у нас, да, используется Например, там, один сантиметр деления там По миллиметрам, по пять миллиметров Ну, чтобы какое-то целое число было Чтобы мне было проще отчитывать Даже габарит объекта То есть, например, высчитать сейчас размер этого объекта Без того, чтобы смотреть в поле, очень трудно То есть, 25, ну, 50, половина, 75 и так далее Ну, то есть, сложнее Так вот, сетку можно перестроить Как правило, это тоже мы будем делать И перестроить ее можно Перестроить ее можно следующим образом Мы с вами можем зайти в меню Customize Если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим Не, наверное, не Customize Сейчас, сейчас что-то я здесь ее не вижу Сейчас, одну секунду, пока не пишите Так, по идее, это должно быть где-то во View Ага, вот, в меню Tools Значит, в главном меню Tools Инструменты У нас вот тут, вот, практически в самом низу Есть такая категория Grid and Snaps Grid and Snaps Сетки и привязки Ну, о привязках мы будем говорить чуть попозже Сетки и привязки И в этом меню нам, соответственно, нужна будет Нужна будет соответствующая команда С точно таким же названием Grid and Snaps Settings Настройки сетки и привязок Grid and Snaps Settings Настройка сетки и привязок Вот, щелкнув по этой команде У нас с вами открывается окошко Где мы можем настраивать привязки О них мы поговорим чуть попозже Очень полезная вещь Без конца и пользуешься Но нам в этом окне нужна будет Закладка с названием Home Grid Так называемая домашняя сетка То есть это та сетка, которая отображается в окнах проекции Поэтому я щелкаю по этой закладке Чтобы она стала активной И внизу я вижу настроечки ее Так вот, как раз первый параметр Grid Spacing и определяет Размер клетки нашей сетки Например, я тут могу поставить деление Ну, например, каждые 10 сантиметров И вот у меня сетка Бах, перестроилась То есть теперь Вот тут даже видно в этом поле Grid равно 10 То есть одна клетка 10 сантиметров Мне уже проще отчитать 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 с копейками там Сантиметр Высота объекта приблизительно То есть вот такие вот вещи Помимо этого Тут еще внизу в следующем поле Задается деление клеток на более мелкие То есть смотрите Когда я, например, инструментом Отъезда вот так на проекцию Пользуюсь Сетка становится мелкой И со временем она бах Видите, обрезается То есть становится более крупной И если присмотреться Вот тут эти более крупные ячейки Они вот так послеживаются Они таким более тусклым цветом обозначены Вот тут как раз задается деление То есть как одна крупная ячейка На сколько мелких будет делиться Вот Ну, этим полем практически никогда не пользуюсь В основном вот верхним Для того, чтобы самый главный шаг Задать сетке так называемой Размер этой клетки Вот И внизу еще один параметр Perspective U-Grid Extents Он задает Сколько клеточек будет Занимать сетка в окне перспективы Она, как видите, значительно меньше Чем те сетки Эти сетки не имеют Лимитов, никаких ограничений До бесконечности рисуются А это ограничено размером Так вот этим параметром Если щелкать Мы можем увеличивать И уменьшать размер этой сетки То есть иногда Если там это нужно Больше, меньше Вы можете здесь это делать В этом вот поле Вот таким вот образом Ну и в принципе Вот эти вот настроечки Которые мы с вами сделали Сразу, как только они сделаны Они автоматически показываются В окнах проекции Поэтому больше, в принципе Ничего нажимать не нужно Окошко можно просто-напросто закрыть И заданный шаг сетки Который вы указали Установлен И программа готова к работе Как правило, это те вещи Которые делаются в начале То есть первое Задали папку проекта После этого задали Нужные единицы измерения И следующим шагом Как правило Вы задаете Сразу настраиваете сетку Под свои нужды Задали нужный шаг И все Теперь ваша сцена готова К работе Теперь уже вы можете Создавать объекты Выполнять нужные функции Вот И получать результат Вот таким вот образом Вот Вот это вот все Что сегодня мы хотели С вами разобрать В принципе Чуть-чуть там Немножко больше времени Заняли Но зато все успели Что нужно Вот В следующий раз Продолжим наш разговор Поговорим тоже О интересных вещах Поговорим о системах координат То, что кстати Миша спрашивал Относительно Вот этой опорной точки Центральной точки объекта Разберем темы Связанные с этим Вот И много еще дополнительно Новой информации Раскроем И в принципе Я думаю Что на следующем занятии У вас уже появится Первое домашнее задание То есть как раз Мы уже дошли до того минимума Разобрали минимум тем Который нам нужен будет И вы уже сможете Выполнить первое Простое Но довольно-таки Такое интересное Креативненькое задание Хорошо Все Тогда на сегодня Все Закончили Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok